Даник, сядь прямо, я хочу тебя сфотографировать. Кать, ну тогда тебе придется подождать, когда лопнут все эти пупырки. Кто чистит зубы по утрам, тот не ходит к стоматологам. Ой, как здорово с утра принять прохладную ванну, почистить зубы и играть в компьютерные игры. А? Кто здесь? А, Рэй, что тебе? Да, Рэй, Рэй, не бойся, это я, просто в маске. Ты хочешь гулять, да? Сейчас я найду того, кто с тобой погуляет. Ой, по-моему, Рэй каскает, наверное, гулять хочет. А, только не я, только не я. Даник, если что, ты меня не видел. Если мама спросит, скажет, что я ушла гулять. Ладно, Кать. Даник, слушай, ты Катю не видела? Ой, мамочки, что у тебя с лицом? Мама, ты видела? Она у тебя все покрылась гигантскими прыщами. Ой, боже мой, мама, какая за ты страстная стала. В смысле прыщами? Так посмотреть хочется. А с Рэй гулять совсем неохота. Эх, ладно, потом узнаю. Даник, да привыкни ты уже, это моя баба маска. Ну, Катю-то не видела? Видел, мама, она ушла гулять с девчонками. Молодец, Даник. Ага, с тебя конфета. Конфета с меня за что? А, так за информацию о Кате. Ладно, Даник, потом конфету дам. Мне нужно срочно найти тогда Макса. О, Макс, этот халатик тебе уже давно мал. Снимай давай, пора подарить его Данику. Кстати, иди с Рэйом погуляй, а? Чего? Ничего не мал, ну подумаешь, немножко коротковат. Мам, ты что не видишь, я только что из ванной, и не пойду с Рэйом гулять. Макс, а в смысле из ванной? Ну, чистый, ну и что? Почему гулять-то нельзя с собакой, если ты из ванной пришел? Ну, так я мокрый, я простужусь. Где ты простудишься на улице плюс 30, Макс? Все, давай, смотри, я только что сделала себе маску. Мне еще часа два в ней сидеть, а Рэй уже очень хочет туалет. Можешь, конечно, не ходить с ним гулять, но тогда уберешь все, что он дома наделает. Ага, та еще перспектива. Это все убирать. Ладно, сейчас переоделась, ухожу. В следующий раз Катя идет гулять. Кстати, где она? Даник сказала, она ушла с девочками. Даник, ну не вертись, а. Ни одной нормальной фотографии, все расплывчатые. А я не понял, Катя. А почему мама меня заставила с Рэйом гулять? Сказала, ты на улице с девочками. А ты тут дома, иди ты гуляй с Рэйом, понятно? Макс, раз мама сказала тебе иди гулять, значит ты иди гуляй. Так, все, не мешай, я учусь фотографировать. Эх, ладно, буду одеваться тогда. Рэй, тащи поводок, пошли гулять. Матильда, ну иди гуляй. Ну что ты какая неумная, ну иди быстренько делать свои дела. У меня еще куча занятий на сегодня. Давай, 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 ну, ну, ну. Рэй, ну что, пойдем вон туда, ближе к детской площадке. Пойдем, пойдем. А, Матильда, ты куда? Матильда, стой. Украли мою собаку, украли. Матильда, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Рэй, стой, стой, говорю, стой. Ай, Рэй, да ты куда? Ай, из какой-то собака убежал. Украли мою собаку, украли. Матильда, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Мам, 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 срочно, срочно, я это, я Рэя потерял. В смысле, Рэя потерял, как? Мам, я с ним гулял, гулял, гулял. Тут какая-то собака прибежала, Рэй ее увидел, как рванул. Я как улетел, он поводок отстегнул и убежал с этой собакой. Они такие похожи еще, главное. Гав, 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 я только, только я их хвосты и видел. Какой ужас, где нам теперь его искать? Это, наверное, была девочка. Он с ней познакомился и убежал. Отлично. Мам, найти его искать. Макс, да такое у него уже было. Она гуляется, придет, не волнуйся. Да как так-то, мам, а вдруг его кто-нибудь себе заберет? Нет, Макс, у собак такое бывает. Эта девочка-собака, с которой он убежал, наверное, и гуляет. Ну вот, побежали, скоро будут щенята. Ааа, наш Рэй будет папа. Ну ладно, мам, может, все-таки это, сходим, поищем? Придет, Макс, придет. Рэй у нас умный, сам дорогу домой найдет. Здравствуйте, здравствуйте, у меня беда, у меня украли собаку. Здравствуйте, не нервничайте вы так. Почему вы считаете, что у вас ее именно украли, а она не сама убежала? Как это произошло? Да вы что, да моя девочка, да она самая умная, она никогда бы от меня не убежала. Ее заманили специально другой собакой. Ну, подождите, то есть вы говорите, что ваша собака убежала с другой собакой, но это обычное дело, где здесь воровство, а? Вы что, меня не слышите, что ли? Я говорю, у меня украли собаку. У меня супер-мега породистая собака, она стоит миллионы долларов. Она не могла так просто убежать с каким-то бездомным псом. Ее точно украли. Ну, вы собираетесь ее искать или как? Извините, конечно, но мы не занимаемся розыском потерянных собак. Я вам повторяю, я ее не потеряла, у меня ее украли, дайте мне бумагу, я напишу заявление. Кать, Даня, представляете, я ее это рыб потерял. Как это потерял? Он что, от тебя сбежал? Ты, наверное, за ним не смотрел совсем, опять со своими дружками там гулял. Ты-то что начинаешь, а? Я смотрел, я вообще его с поводка не отпускал, он увидел какую-то собаку, как рвану, я ж упал. Только мне кажется, что он оттуда гавкает. Не, Макс, мне тоже. И кажется, что это вообще из твоей комнаты. Ты вообще с Рэем выходил гулять или ты его дома забыл? Ага, очень смешно, Катя. С Рэем, конечно, и что, сумасшедший, что ли? Сейчас проверим. Э-э-э, я не понял, а ну, кэш, с моей кровати. Э, Рэй, кого ты сюда приволок-то? Мама! Что, что, что случилось, Макс? Рэй? Еще одна собака? Ты их нашел и домой притащил, что ли? А вторая-то зачем нам? Да, мам, я тебе рассказывала, Рэй вырвался и вот с этой собакой убежал. А здесь они оказались, я, наверное, дверь не закрыл, когда бежал говорить тебе, что Рэя потерял. А-а-а, здорово. Рэй, нам вторая собака не нужна. Давай я отведу твою подружку на улицу. Если у меня сейчас же заявление не принято, я в прокуратуру, я в следственный комитет, да я президенту жаловаться буду. О-о-о, почему сегодня моя смена? Ладно, пойдемте, я помогу вам разыскать вашу собаку. Ну, что ж, показывайте, где это место? Да где-где, вот там, не видите, что ли? Вот следы последние, убежала. Точнее, украли, украли. Вот там говорите? Ну, пойдемте посмотрим, там есть следы. Здравствуйте, извините за вторжение, просто дверь входная была открыта. Мы разыскиваем собаку. Матильда, моя Матильдочка! Воры, воры, как вам не стыдно, украли мою собачечку. Вот они, задержите их. Это моя собака, Матильда. Фу, уйди, псина, уйди. Боже мой, да что здесь происходит-то? Макс, я тебе говорила, что нужно двери входные постоянно на замок закрывать. Девушка, вы кто? Полицейский, что здесь происходит? Извините, я тоже хотел бы это знать. Это не ваша собака, как я понимаю. Вот это Рэй или Рекс, по-разному называем. Это наша собака. А вот эта собака, та, которая с ним прибежала. У нас на прогулке Рэй сорвался с поводка и убежал. А пришел уже вот, с подружкой, как я понимаю, с вашей собакой. Врет она все, врет, они ее украли. Хватит кричать вообще в чужом доме, ничего мы не крали, зачем? Нам ваша собака, она вообще вон мне своими лапами кровать испачкала. А я откуда знаю, зачем она вам? Может для разведения щенков, а потом продавать их будете. Полицейский, немедленно задержите их. Собака, я собака, ваша, не ваша. Так, я уже ничего не понимаю. Женщина, вам придется проехать с нами до выяснения обстоятельств. Полицейский, каких обстоятельств? Я вам все объяснила. Оставьте нашу собаку у нас дома, а эту забирайте. И никого мы не крали, больно она нам нужна. Ха! Товарищ полицейский, ну что происходит? Долго я здесь еще буду сидеть за решеткой? Я что, преступница? Конечно, преступница собак чужих воровать. Ну, вы посадите ее в тюрьму, а? Полицейский, ну вы же все знаете, я вам все рассказала. Ну какая кража собак, я не знаю, а? У меня есть право на один звонок, мне нужен адвокат. Господи, неужели это все со мной происходит? Какая-то чушь. Так, дамочки, все, тишина в полицейском участке. Сейчас во всем разберемся. Вы забирайте свою собаку. Я забираю ваше заявление. Завтра вызову вас на допрос. Все, вы можете быть свободны. А эту? А эту посадят, да? Так тебе и надо, будешь знать, как чужих собак воровать. Пойдем, моя Матильдочка. Уважаемый полицейский, что здесь происходит? Вы прекрасно понимаете, что мы не воровали никакой собаки. Она вообще сама, без всякого вопроса, пробралась к нам в дом. Извините, я просто не мог этого не сделать. Вы эту барышню видели? Ну вот, сейчас она ушла, и вы, конечно же, можете быть свободны. И еще я приношу вам свои извинения за это нелепое задержание. Но иногда лучше сделать вот так, во избежание других, более серьезных проблем. Я все прекрасно понимаю, что две собаки встретились на прогулке и побежали гулять. Тем более мальчик, да девочка. Все, вы свободны. Я вас выпускаю. Господи, да неужели разобрались, а? Из-за какой-то собаки, ну... Ой, чуть с ума не сошла. Катя, Даня, где она? Нашу маму забрали в полицейский участок. В смысле забрали в полицейский участок? А я думаю, что у вас там за шум, гам? Думала, мама на тебя опять кричит. Ага, Кать, пришла какая-то сумасшедшая. Стала кричать, что мама украла ее собаку. А Рей привел эту собаку к нам. Они мне сейчас всю кровать перепачкали. Полицейский такой хоп-хоп и всех увел в полицейский участок. Представляете, наши мамы-то что, посадят, что ли? Да ну, Макс, ты что, они во всем разберутся? Кстати, тебе звонят. Алло? О, мам, мам, все нормально там? Такси вызвать и оплатить. А, тебя без денег забрали. Все, отпустили? Фух, сейчас, мам, сейчас, все сделаю. Кать, да, они где она, слышали? Все нормально уже, разобрались. Я уж подумал, как мы будем без мамы-то, а? Не, не, мам, ничего не думал. Все, давай, пока, ага. Ну что, ребята? Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринога-Давай. И смотрите новые, самые интересные серии. А ты подписался на наш канал? Вижу, кнопочка стала серая. Тогда ты не пропустишь наши самые новые серии. Приветик Арианна. Приветик Мирослава. Приветик Карине, Свете и Саше. Приветик Стелле и Кассандре Приветик Аджеша Приветик Лена Приветик Александра Приветик Ангелок Приветик Даня Приветик Балнур Приветик Карина Приветик Пультик Приветик Луна Приветик Амина Приветик Вика Приветик Лейла Приветик Настя Приветик Маржан Приветик Леруэт Приветик Дарья Приветик Камола Приветик Милана Приветик Катя Ой, доброе утро! Ой, моя голова! Кажется, я прилипла! Ой, а что такое у меня в ногах? Фу, еще один слайм! Ай, ну вы издеваетесь, что ли, дети, а? Наконец-то я собрал, наконец-то! Так, включаем и поехали! А теперь роняем! Только очень аккуратно, чтобы все получилось! Макс, Макс, слушай, ты не видел? Ой, не видел мою точилку? Катя, Катя, я сейчас тебе такую точилку устрою! Такую точилку! Ты все сломала! Ты знаешь, сколько я это собирал! Сколько я... Да ладно, я же извинялась, Макс! Ну давай я их сейчас поставлю! Один, два... Ну, я сейчас быстро, что насчет точилки? На ты свою точилку, я Дианка брала! О, отлично, спасибо! Я тебе почти все тут поставила! Ты смотри, Катя, тут надо ведь, чтобы это еще и расстояние было одинаковое! Чтобы они смогли вместе попадать! Да знаю я, что раз уже такие строила! Давай, роняй! А я карандаш точить пошла! Сегодня должна бабушка приехать! Я ей подготовлю новогоднюю открытку! Бабушка? Это отлично! Бабушка всегда привозит какой-нибудь подарочек нам! Э! О, со второго раза получилось! Слушай, Кать, а я тут подумал, а может ты от нас двоих открытку нарисуешь? Ага, здорово придумано, чтобы ты ничего не делал! Давай я тогда половину и ты половину! Кать, ну ты же знаешь, что я рисовать толком не умею! Ну нарисуй ты, а подпишем от двоих! Ладно, уговорил! Тем более у меня почти все готово! Ой, я смотрю, елочку поставили! Ой, молодцы, елочка красавица! А я у себя в деревне во дворе нарядила! Ой, радует глаз в окно смотрю, там елочка! Правда без гирляндов! Ну ничего! Эй, внучата! Что бабушку-то не встречаем? Катя, Макс, здравствуйте! О, бабушка, ура! Бабушка, а что купила? Ну вот, сразу узнаю Макса! С детства! Что купила, что купила! Я тебя раньше так и называла! Что купила! Я ничего не привезла в этот раз! Вы же бабушку не только за подарки любите, а? Бабушка, да нет, конечно! Я сейчас дорисую тебе открытку! Открытку? Спасибо, Катенька! А я пойду, наверное, чайку поставлю! Что-то промерзло с дороги! Сегодня минус 25 у нас! Бррр! Бабушка, не называй эту цифру вслух! Мы даже в школу не пошли! Потому что освобождение! Потому что температура очень низкая! У нас минус 28! А то, что ничего не купила, ничего страшного! Я просто так спросил! Эх, ну бабушка, что совсем видно старенькое? Уже забывают купить нам подарочки! Ну да ладно! Макс, да иди сюда! Пошутил я! Хе-хе, конечно, купила! Только не понимаю, что это! В магазине сказали, это детям нравится! Ну там какая-то ерундистика непонятная! Может вы мне расскажете, что это такое? А, так это, наверное, поп-ит или поп-тьюб! Пупырки лопать! А вот и нет! Эти штуковины я с вами выучила за лето! Знаю, что такое! А тут набор какой-то! Там всякие штучки, блестяшки и банка какая-то! Не знаю, может суп варить? Суп варить? Из блестяшек? Бабушка, ты что-то совсем заговариваешься! Покажи, что есть-то! А, так это может быть наш для детей-то, Макс! Бабушка, наверное, совсем старенькая перепутала нас с совсем маленькими! Там такие наборы-то! Не настоящие фрукты, овощи, кастрюльки! А, ну это Дианке с Даником тогда! Думаете, да? Ой, а что в магазине-то обманули! Детям, говорит, ни в коем случае этого нельзя! Только тем, кто постарше! Ну ладно! Тогда подарю Дианке и Данику! А вам что-нибудь другое прикуплю! А? Бабушка, не-не-не, ты покажи хоть что есть-то! А то у Дианки и Даника будет по два подарка, а у нас по нулю! Ладно! Ой, томлю у вас, томлю сейчас принесу! Вот так загадочка! Всякие блески, бусинки и еще кастрюлька, чтобы это все сварить! Прикольно! Да не сказал бы! Вот, смотрите! Какие-то тут кружочки, наверное, овощи порезаны! Здесь единорог какой-то, это, наверное, тарелочка! Так, сердечки, похожие на свеколку! Это, наверное, набор для приготовления борща! А это мясной бульон! Хе-хе-хе! Макс, ты слышал? Хе-хе! Вот это прикольно! Бабушка никогда бы не подумала, что набор для создания супер-мега-слайма можно обозвать набором для приготовления борща! Хе-хе! Ну а что, да? Кастрюлька! И нарезанные овощи со свеклой! Ну, естественно, тарелка! Только ложки не хватает! Хе-хе! Спасибо, бабушка! Это набор для слаймов! Слаймы? Это такие тягучие прикольные штуковины! Тоже типа антистрессовые! Ой, слайм! Так ваша мама же говорила, что вам слаймы-то нельзя! А что ж мне сразу название-то не сказали? Все на каком-то нерусском непонятном мне! Ой, ну, ешки-макарешки! А я смотрю, единорожка! Думаю, какие-то овощи нарезанные! Ой, Кать, что делать-то будем, а? Бабушка, ну уж купила! Не обратно же нести! Тем более набор очень прикольный! Я давно такой хотела! А маме можем не говорить! А маме можем сказать, что это набор для приготовления борща! Хе-хе! И тогда она не будет нас ругать! Бабушка, только скажи, а наборчик один, да? Нам на двоих, что ли? Нет, Макс, ну что, думаешь, бабушка совсем, что ли? У тебя какой-то салатик с авокадо очень полезный! Вот, смотри, нарезанные авокадики! Здесь тарелочки, получается! Здесь специи какие-то! Наверное, остренькие! Ой, наверное, такой нельзя! А здесь сама основа для приготовления! Только я теперь поняла, что это не салат, а слайм! Такого салатика я еще никогда не пробовал! Хе-хе! Ну, бабушка, вот это да! Вот смотрите, сколько авокадиков! Круто! Какие не смешные! Бабушка, спасибо тебе большое! Это просто супер подарки! Да, Кать? Ага! Очень рада, что вам понравилось! Но раз мама может догадаться, что это такое, вы, пожалуйста, играйте сейчас, пока их дома нету! И мне заодно покажете, что это за чудо слаймовое такое! Его есть-то хоть можно? Ага, бабушка, только осторожно! Не, нельзя, это все химия искусственная, чисто для игры! И нервы успокоивать, стресс снимать! Ой, вы мои бедные, ну сколько стресса-то у вас! Только и придумывать! Сначала были эти, как их там, спиннеры! Во, антистрессовые! Помню, помню, вы мелкие были! Ой, все деньги, всю пенсию на спиннеры у меня уходили! Потом чего было? Эти попы-то начались, точно! Потом симпл-демплы, потом эти поп-тьюбы, трубы сантехнические какие-то! Еще и слаймы! Ой, бедняжки! Ну ладно, играйте, успокаивайтесь! А у меня чайник скипел, пошла пить! Так, Кать, готова? Давай устроим челлендж! Чей слайм будет круче? Хм, а давай! Не знаю, насколько мой слайм будет круче, но уж точно красивее твоего! Это почему это? Потому что у тебя там единорог есть! У меня авокадик! Это вообще тренд тиктока! Не, это прошлый век, сейчас тренд тиктока, это эти, утки такие, очкарики! А авокадики уже все, не в тренде, а единороги в тренде всегда будут! Ну что, давай начинать! Прошлый век, сейчас проверим! Три, два, один, начали! Макс, это мой так обалденно пахнет! Почему это сразу твой? Это мой так вкусно пахнет! Ты давай не стой, делай уже! Я сначала засыплю авокадиков немножко! А лучше побольше, побольше авокадиков! Они такие прикольные! Вот, думаю, что хватит! Теперь авокадиков побольше там утоплю! А я сразу с большого начну! И добавлю немножко свеклы, как говорит бабушка! Ха-ха! Ты смотри, мне не добавь! Эй, мне не нужны твои сердечки! Все-все, не плакай, я забрала! Буду перемешивать! А я добавлю еще шариков немного! И тоже буду мешать! Отлично! Ну и ладно, я тогда добавлю еще пончиков! И все это нужно тщательно перемешать! И будет очень здорово! А у меня будет не здорово, а очень клево! Да, ребят? За чей слайм болеете больше? За мой или за Катин? У кого получится круче? Кать, Кать, смотри, как здорово! Ну да, слушай, у тебя прикольный получился! А я почему-то не могу найти единорога! Он куда-то там внутри запропастился! А нет, вот он, нашла! Так! Ну что, ребят, голосуйте! Чей слайм круче? Да мой красивее! Нет, мой лучше! Ну может и лучше, а красивее мой! А мой почему не красивый? Потому что зеленый! Ну и что, что зеленый? Кто-то тоже любит зеленый, как и я! А я люблю фиолетовый! Ну? Не вижу комментариев в сообществе! Чей слайм круче? Мой или Кати? Конечно же, мой! Мой! Нет, мой! Что за шума, драки, нету? Ой, вот это и есть слайм, что ли! Ой, фу, слезяка какая! О, бабушка, а посмотри, пожалуйста, поближе! Чей слайм красивый самый? Мой или Макса? Твой или Макса? Твой или Макса? Ой, Кать, слушай, тут как с борщом и салатом с авокадо! Я и борщ люблю, и салатик тоже! Так что мне оба нравятся! И этот, и вот этот! Да ну, бабушка, опять ничье, что ли? Это ты специально, чтобы нас не ссорить! А вот и мы! Мы так устали! Фух! Ай, фу! Что это такое? Я думала, стул! Или кресло какое-то! Бабушка, ты что, подарила кресло-мешок? И Кате, и Максу? Мам, это немножко не то, А что ты подумала? Это? Даша, это борщ и салат из авокадо! Ну, я так подумала, когда покупала! А оказалось, что это наборы для создания слаймов! Посмотри, какую красоту наделали ребята! Что? Набор для борща и для салата авокадо? Ну, мама, ну, мама, ты хоть спрашивай, звони иногда! Я же слаймы им запретила! Они всю квартиру услаймили! А я еще на это села! Опять пятно останется! Даша, ну что уж сделать-то, посмотри, как им нравится! Пусть поиграют под моим присмотром, чтоб ничего не заляпали! Ладно, мама, только если под присмотром! Круто! Спасибо, бабушка! Ой, доброе утро! Ой! Ой! Моя голова! Кажется, я прилипла! Что это такое? Моя коса! Это что такое? Слайм на моей подушке! Катя! Макс! Мама! О-оу! Мама! Я сейчас тебя освободю! Обязательно! Э-э-э! Я просто вчера бабушке показывал здесь этот слайм! И, видимо, забыл! Ну, как так-то? Теперь точно слаймов нам не видать никогда! Ой! А что такое у меня в ногах? Фу! Еще один слайм! Ай! Ну вы издеваетесь, что ли, дети, а? Ой, мам, прости! Это уже я виновата! Мы с Максом вместе здесь сидели! А бабушка нас спать загнала! Мы слаймы-то тут и оставили! Что случилось? Ой, беда! Вот теперь я понимаю, почему слаймы под запретом! Так, нужен тазик, горячая вода! А вы, ребята, ставьте лайки! Подписывайтесь на канал Даринел КТВ! И смотрите новые, самые интересные серии! Пока-пока! Играйте слаймом! Но только аккуратно! Дети, вы сможете посидеть часика два? Спокойно! Мне нужно отойти! Сегодня такая распродажа в магазине! О, мам, а можно с тобой в магазин, а? Я хочу в магазин, мама! Ты мне игрушку обещала! Мама! А мне мы хотели идти за покупками к школе! Так, Дианочка, не на упоминать это слово! Да отдохнуть! Еще больше месяца каникул! А ты школа, 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 школа! Я тебе говорю, нет там ничего интересного! Ну что тебе так туда охота? Ага, Макс! Будь твоя воля, ты бы еще в садик года три походил! Мам, посидим, конечно! Справимся, не волнуйся! Спасибо, Катя! Что бы я без тебя делала? Короче, слушай! Если ситуация выйдет из-под контроля, включай няню! Окей, мама! Диана, ты тогда дай мне зайтика поиграть! Ты мне вчера обещала! Даник, вообще-то мне его только вчера подарили! Я еще не наигралась! А ты как обычная мулеуха или хвост оторвешь! Я тебя знаю! Да дай, жадина! Хм, ладно! И я побежала! Макс, Катя за старших! А че, Макс, ты обычно Катя только? Не будешь мне помогать, я тогда няню включу! И нам всем придется заниматься домашними делами! А так мы можем делать все, что захотим! Только не драться! Не кусаться! Не разбрасывать! И громко не кричать! Все ясно? Так, капитан! Дианка, зайца отдай! Фиг тебе, это мой заяц! Катя, а ладно, иди включай няню тогда! Ладно, ладно, на, Даник, только аккуратно! Хе-хе-хе, так бы сразу! Я не дочка! Ой, привет! А ты почему не на распродаже? Привет, Даша! Да какая распродажа! Я попробую у вас с малышкой зайти! А в этом супермаркете то ли проблема какая-то, то ли кондиционеры сломались! Там такая духота! Столько народищу! Она у меня как заревит! Нет, с ней не никаких магазинов! Вот тут в теньке спасаемся под вентилятором! Вроде спокойно сидит! Ой, Тепотя, какая уже она у тебя огромная! Какие еще отечки? Прикольно! Слушай! Я-то тоже на распродажу хотела пойти, но мне одной скучно будет! Давай мы твою малышку ко мне отведем! Мои дети за ней присмотрят! А мы с тобой спокойно в магазин пойдем! Твои дети присмотрят? Ой, я не знаю! А они, думаешь, справятся? Она у меня такая капризная! Все-таки ей не нравится! Да не волнуйся, справятся! Если что, позвонят, быстро прибежишь! А так у нас еще няня есть, я могу ее включить! Она уж точно не подведет! Спасибо, Даша, что бы я без тебя делала! Пропустила бы всю распродажу! Поехали, моя маленькая! Сейчас ты познакомишься с очень веселой семейкой! Там есть Максик, Катенька, Дианочка и Даник! Ой, кстати, может вы с ним и подружитесь, он там самый маленький! Пойдем, зайка, я хочу с тобой поиграть в другой комнатке! О, ну пойдем! Ой! О-оу! Что там, Даник, тебе помочь? Помочь с моим... моим... зайчиком? Новеньким подарочком? Ты ему ухо уже оторвал, что ли? Да я сейчас тебе... я тебе сказала, играй спокойно! Я так и знала, что ты мне его испортишь! А ну пришивай быстро, как хочешь! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Что за крики? О-оу, Даник, да! Дианочка, успокойся! Сейчас Катя все исправит! Катя! У нас ЧП! Что случилось? Почему слово ЧП я слышу в нашем доме чаще, чем все остальные... Даник, ну как так неаккуратно-то, а? Да не знаю я! Я хотела его унести в другую комнату, за ухо взял, а оно и оторвалось! Это зайчик ваш непрочный какой-то! Я не виноват, Диана! Ага! А ты не пробовал его ни за ухо тащить! А всего, полностью! Мой подарочек! Зайка бедненький! Мой зайка раненый! Его нужно в больницу! Дианочка, успокойся! Сейчас я возьму иголку, нитки и все будет как прежде! Да, проходите сюда! А что у вас случилось-то? Дети! А ну-ка тихо, у нас гости! Дианочка, а что ты плачешь? Почему слезы на глазах? Потому что Даник порвал моего зайчика! Из-за этого ему что-то в глаз дам! Тш-ш-ш-ш! Даша, может это плохая идея была? Мне кажется, мы не вовремя! Поехали, малышка, поехали обратно гулять! А ну-ка быстро успокоились! Нет-нет, все в порядке! Просто младшенький решил игрушкой поиграть! И порвала ее случайно! А эта игрушечка совсем новая, Дианина! Все будет хорошо, не волнуйся! Так, мы сейчас с подругой пойдем в магазин! Придем часа через два! Ваше задание посидеть с маленьким ребеночком! Справитесь, а? С маленьким ребеночком? Ого-го себе, Лялечка! Макс, смотри, какой пупсик он больше меня! Больше тебя! Чем они его кормят-то, а? Ничего себе, пупсичка! Мама, а ты уверена, что мы это, справимся? Дети, ну пожалуйста! Мама, хорошо, мы справимся! Да, ребятки? Ну что, мы сегодня няньки! Так, дети только Даника подпускают к пупсику под присмотром! И мало ли что, я оставлю вам памперсы! Ну, мало ли, бывает всякое, да? Да, конечно, Катя у меня самая старшая! Она, можно сказать, всех выненчила! И Макса, и Диану, и Даника! Все умеет! Если что, включайте няню! Э-э-э, а как так быстро они ушли-то? Катя. Мам, зачем ты сказала, что они ушли? Она все услышала и поняла, что ее мама ушла. А теперь варюбит. Тише, тише, малышка, тише. Интересно, а если ее пощекать так? Она любит, когда ее щекочут. Мне нравилось, я смеялся. Ой-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью. Ой, чего заплакала? Пяка какая-то. Ой, не, я пошутил, пошутил. Не пяка, ты не пяка. Так, Даник, отойдет ребенка. Ничего ты не умеешь. Так, где мой зайчик? А кто это к нам пришел? Смотри, какой зайчик. Ну вот, она испугалась твоего зайца. Это все из-за Даника. Она видит, что он без уха. Такого зайчика не бывает. Так, ну все, я больше не могу это слышать. Я зову няню. Тише, 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 тише. Ну? Ку-ку, ку-ку. Ей нравится. Ку-ку, ку-ку. Ой, по-моему разонравилась. Давай, иди за няней, Макс. Не понял? Катя, она не включается. Няня, ну ты нам так нужна именно сейчас. У нас там такой ребеночек. Ты бы точно справилась. А, как мы без тебя, няня? Эх, надо ставить на зарядку. Это как минимум полчаса. Слушайте, а может, ей жарко? Я принес вентилятор. Пусть охладится пока. Мне не нравится этот вентилятор. Выключай быстрее. Она стала еще громче кричать. Ну, не знаю тогда. Может, ее это, на пылесосе покатать. Помнишь, Данику нравилось. Все, уже не нравится. Выключай. Да что ж ее так не надолго хватает-то, а? Ну не плачь. Ну не плачь. Смотри, какая ты ути-пути хорошая девочка. Фу. Я знаю, почему она плачет. Причина там. Фу-фу-фу. А, где там? Папперси, значит. О, не-не-не, я этого не переживу. Катя. Да, да чего я-то? Как памперс менять, так я. Я вам всем меняла. Теперь ваша очередь. Фу-фу-фу-фу-фу. Она такая большая. Я представляю, что у нее там. Эй, помогите хотя бы. Тащите ванночку. Я сейчас поменяю ей памперс. Потом ее нужно будет искупать. Ой, я сейчас задохнусь. Ну, ух, какая. О, боже мой, что там? Ой, я не могу на это смотреть. Макс, неси влажные салфетки срочно. Все, она готова купаться. Воду набрали в ванночку? Макс, выкинь, пожалуйста, памперс. Почему я-то? Надо нанести это срочно. Макс, уноси быстрее. Фу-фу-фу, воняет очень. Ну, Попсик. Ну, Лялечка. Вот это мы были сегодня нянечки. Так, осталось угадать с водичкой. Надо, чтобы было не горячее, не холодное. А то сейчас опять как? Заревет? Да? Не заревет. На, моя любимая уточка. Я всегда с ней купался. Ну, круто же, да? Смотрите, она свиется. Интересно. На, еще дельфинчика держи. Эта уточка понравится ей точно. Так, Даник, Даник, не спеши с новыми игрушками, а то ей очень быстро все надоедает. Так нас это на все время не хватит. Ну вот, она опять плачет. Смогу предложить только попытку. Вот, точно. Слушай, смотри, бери ручку и хлопай вот эти вот пупырки. Знаешь, как будет здорово? Ну? Что ж, я раньше не догадывалась взять пупырку с собой в ванну. Ну, давай. Это здорово. Точно, точно тебе говорю. Фу, неужели молчит, а? Макс, мне кажется, мы ее уже помыли. Пора доставать из ванночки. Ага, сейчас, Катя, пусть купается. Она здесь хотя бы веселая, вон, и не плачет. Мама ее придет, пусть сама ее достает. Чини моего зайца. Диана, что пристала? Катя сказала же, пришьет. Ну, как у вас дела? Все нормально? А где малышка? Ребята, а где моя доченька? А почему одежда у нее тут? Ей жарко стало, вы ее раздели? А в какой она комнате? Куда вы ее дели? Все нормально. Она, это, памперс испачкала. Мы ее купать отнесли. Там Катя с Максом за ней смотрят. Она там уже смеется, слышите? Купать отнесли? Сами дети? И памперс поменяли. Ой, какие молодцы, Даша. Ой, вот она моя пупсичка. Никогда не слышала, чтобы она так смеялась. Ой, ванночки, ух ты, игрушечки какие. Спасибо вам, Катя, спасибо, Макс. Как вам вообще, трудно было с ней, а? Ну, как вам сказать? С переменным успехом. Ну, вот купаться ей очень нравится. Особенно купить ей вот такой попыт. Она ни удочками, ни дельфинчиками не играла. Как ему принесли, все, сразу, все, счастливая стала. Попыт? Интересненько, да. Она у меня так спокойно в ванной ни разу не сидела. Ну, ладно, малышка, пошли. Пойдем, пойдем. Ну, чего ты за пушек, а? Ну, пойдем одеваться. Нет, она опять плачет и плачет, а? Я знаю, в чем причина. На, малышка, держи. Подарю тебе тогда моего амонкасика. На. Ну, вот, я так и знал, что она плачет, потому что мне отобрали попыт. Ой, я не знаю, что и делать-то. Слушайте, я вам тогда куплю всем по-новому попытику, ладно? Раз вы ей этот подарили, и какая она счастливая. Ну, что, договорились? Завтра приду в гости и с сюрпризами. О, отлично. Новый попытик, это здорово. Спасибо. Фух. Ну, что, ребята, я надеюсь, она завтра придет просто с сюрпризами, а не опять. Оставить на меня посидеть на пару часиков, а то няньки из нас, я бы сказала, так себе, да? Хе-хе-хе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Пока-пока.